Это розовая вата, которая выглядит так аппетитно. На самом деле, примерно на 35% состоит из переработанного стекла. В ее состав входит большое количество песка, а также кальцинированная сода, известняк и прочие минералы. Когда-то это были бутылки и оконные стекла, а теперь разбитое стекло. Осколки высыпают на ленту конвейера, который доставляет их в электрическую печь. Они просеиваются и смешиваются с предыдущей, уже расплавленной смесью. Жидкое стекло вытекает из печи в наклонные желоба. Внутри них горелки с природным газом поддерживают высокую температуру. Благодаря этому жидкая смесь сочится из отверстий на дне каналов. С метровой высоты расплавленное стекло падает во вращающуюся чашу. Смесь выбрасывается из отверстий и образуются перистые стеклянные волокна. Газ и сжатый воздух вытягивают волокна, делая их тоньше. Липкие волокна падают в отверстия, и масса по конвейеру отправляется в печь. Она нагрета до 260 градусов. Стальные пластины сжимают пласт и продувают горячим воздухом. Когда материал выходит из печи, его распиливают на полоски шириной по 38-60 сантиметров. Затем большие стальные зубцы нарезают полоски на части. Теперь их можно устанавливать на чердаках и в стенах. После разрезания скорость конвейера увеличивается. Он отправляет куски стекловаты на следующую станцию. Вату перемещают к механическому манипулятору, который подает их в компрессионную камеру. Так называемый гидравлический ползун сжимает куски так, что они уменьшаются в объеме в 5-10 раз. Ведь компактное изделие легче перевозить. Сбоку выдвигается другой ползун и толкает пачку сжатых пластов в пустую раму. Ее называют горловиной. На горловину натягивают пластиковый мешок. Туда попадает стекловата. Заполненные пакеты отправляют к аппарату, который их запечатывает. И вот эта стекловата готова отправиться в дома, чтобы стать надежной теплоизоляцией. Продолжение следует...